Всем привет! У нас просто неделя какого-то осчастливления настойчивых наших подписчиков и очень часто просили Марии Крамбери самолёт. Ну, я не знаю, во-первых, по авторским правам могут забанить. Ну, во-вторых, не знаю. Ну, раз мы её ни разу не слушали, я, по-моему, её слушала только по телевизору, да? Ну, что-то не помню ничего про неё. Ну, давайте послушаем. Есть. Куда вы спешите? Я не спешу, спешу. Ты начинаешь оправдывать папу. Потому что становится похоже на папу. Люди всегда дают обещания. Папа, ты молодец. Мне кажется, меня просто не любят. Никогда. А понимает ли это папа теперь? Папа, ты молодец. Тебе всё не нравится, ты всё куда-то спешишь, В бокал добавляя лёд. Но какая разница, каким ты классом летишь, Когда падает самолет. Если всё же приземлимся этим утром, Я сразу позвоню, хотя бы на минуту. За шаг до края слишком многое кажется ценным, Но точно не деньги и точно не сцены. И всё бы ничего, и всё же ещё бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И всё бы ничего, и всё же ещё бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. И всё бы ничего, и всё же ещё бы чего-то. И океан болотом кажется я идиотка. И всё бы ничего, и всё же ещё бы чего-то. Да я фанатка неба, но не хочу в него. Потому что ты становилась похожа на папу. Потому что точно так же на работе провожу гораздо больше времени, чем дома. Ну, это что получается? Ты начинаешь оправдывать папу? Себя пытаюсь оправдывать. Ты кричишь мне в трубку, что поздно, будь честными. Напоследок просьба все, даже если с хрустом. Не пиши мне мусор, выдавая за искусство. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется я идиотом. Какие красивые глазки. Все же еще бы чего-то. Да я фанатка неба, но не хочу в него прям. А у вас есть чувство вины передать меня из-за того, что вы постоянно работаете? Постоянно. Это самая трогательная фотография, которую я видела в своей жизни. Я об этом уже говорила вам. Я думаю, что у каждого гастролирующего актера что-то похожее есть. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется... хорошая песенка все же еще да я фанатка неба но не хочу в него прям ну вот сейчас она пишет да папе и отправить не так я не смогла ну и мой самый главный вопрос о чем вы мечтаете чтобы в какой-то момент мои дети дети с которыми я общался по жизни ну сказали наверное что-то подобное папа ты молодец папа смог написать а дочка так а дочка так и не решилась а что если я начинаю понимать своего папу сейчас потому что становится похоже на папу ну друзья мои во первых такая очень философская тема по поводу того что что же важнее быть работе что что важнее дети или работа а вот когда ты молод когда ты к чему-то стремишься пытаешься что-то достичь что конечно ты должен работать 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 и а когда ты подрастаешь дети твои растут параллельно с тобой тебе все время некогда до них нет дела да а вот а когда ты уже такое в возрасте ты уже понимаешь что порой жизнь проходит работы слишком много было в твоей жизни чувств настоящих общения с детьми с друзьями гораздо меньше ну и как найти эту золотую середину и выбрать то что важнее каждого наверно свое важнее сидеть в болоте и общаться своими детьми или добиться чего-то в жизни и чтобы твои дети видели что ты можешь этого достичь и чтобы они шли по твоему пути вот но это сложная ситуация спорная но зато вот как бы очень хорошо клип то есть это этот трек а позволил задуматься что для тебя важнее для каждого наверно важнее же что-то свое но очень хорошо сделано так вот с подтекстами смысловыми нагрузками и окончание было шикарно все хорошо друзья мои побольше бы вот таких чтобы таких треков что которых можно было бы ну при которых можно было бы о чем-нибудь подумать о том о чем говорят треки а вот поэтому всегда и говорю типа моргенштерну или его подобным друзьям о том что человека который несет искусство в дом должен заставлять о чем-то думать или чему-то учить вот этот трек учит или заставляет думать а ему подобные сотни учат чему наслаждайся жизнью да ну жизнью иногда тоже надо наслаждаться всем пока